Моя фамилия Прошкин Николай Фёдорович, 1944 года, город Москва. Когда Вы первый раз обратились за лечением, что с Вами произошло? Вы знаете, в 2001 году у меня случился инфаркт. Спустя 5 лет, в 2006 году, у меня ночью случился инсульт. Я вызвал скорую, 0-3, и меня положили в клинику в 57-м году. Там мне делали МРТ. Сказали, что в принципе лечение может быть неэффективно, да? То есть, и сказали, что в принципе помочь Вам не могут, и Вас выписали домой. Выписали домой, что все у меня в общем-то в таком вот состоянии, что я не знал, что со мной дальше будет. Вы еще где-нибудь консультировались? Вас консультировали нейрохирурги, в НИИ Бурденко ездили? Да, мы ездили с женой, в НИИ, они посмотрели, хотели делать операцию, но отказались. Отказались, да. Рука у меня были еще повторные. После этого были повторные. Нарушения зрения были, да? Нарушения зрения у меня были. Нарушения слуха. Слух не восстанавливался. И у меня руку как-то вот временами, знаете, как склеивало руку. Как будто вот клеем, да. То есть, чувствительность была потеряна? А движения были сохранены? Движения? Нет, у меня нога плохо вот так. А все эти вот изменения, они у вас как, сразу появились или нарастали медленно? Постепенно. Постепенно. То есть, у вас постепенно были нарушения зрения, нарушения слуха. Потом появились проблемы с руками, с конечностями, головные боли, сон у вас как бы. Сон никудыш не был, я в общем не спал. Я говорю, вот у меня несколько раз было повторно вот это, то, что у меня руку сводило и ногу сводило, в общем-то, они как будто вот клеями их склеили. Хорошо. То есть, практически вас выписали, сказали, что лечение неэффективно, состояние ваше ухудшалось? Да. У меня состояние, я не знал, что, в общем-то, как дальше, что. Хорошо. Когда начали лечение с использованием лазерных методов лечения, как проходило лечение, продолжительность лечения, что вам делали? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, лечение было три раза в сутки, как бы три раза в день. Утром полтора часа принимали лазер, в обед полтора часа была лазерная терапия, и вечером час лазерной терапии, плюс еще световая гамма действия на глазах. Зарительные рецепты, мануальная терапия головы, то есть, вам проводилась и лазерная терапия через кожное облучение образования головы, внутривенное лазерное облучение крови. И массаж головы. И мануальная терапия головы. Значит, когда это было? Это было, по-моему, 2006 год, сентябрь месяц. Что вы отмечали после? Ну, после лазерной терапии, мне в начале, как говорится, я, честно говоря, вроде бы как и не особенно думал, что это мне поможет или не поможет. Постепенно стало у меня налаживаться мое самочувствие. Я воодушевился, в общем-то. А самочувствие как стало налаживаться? Что у вас? Во-первых, головные, с головой у меня стало, зрение стало ярче, стало восстанавливаться немного. И движение руки в конечности, слух тоже стал восстанавливаться. Потому что у меня правая сторона, она очень плохо слышит. Вообще практически не слышит правое ухо. Правое ухо, да. Я слышал одним ухом левым. Значит, после этого, что было, проведено контрольное МРТ-исследование? Да, да. Сделали, значит, МРТ. Владимир Александрович Михайлов посмотрел и сказал, что у вас, в общем-то, есть сдвиги. Сдвиги. Да, сдвиги и, в общем-то, лечение эффективно получилось. Когда второй курс у вас был проведен? Второй курс, спустя полгода. Мы повторно. То есть, все так же было делал, такая же схема лечения. Какие-то лекарства вы применяли? После второго курса, что, как вы чувствовали себя? После второго курса я вообще воспрял. Я стал принимать участие на дачном участке. Нет, подождите, руки стали действовать? Да, руки стали действовать. Глаза? Глаза, да. Уши? Уши. Я стал садиться за руль машины. То есть, вы смогли сесть в машину? Вот. В течение вот этих трёх лет, после последнего курса лечения, как ваше самочувствие? Хорошее. Какие-нибудь жалобы сейчас? Что беспокоит? Ну, меня сейчас практически ничего не беспокоит. Я, в основном, значит, проверяю давление, давление ежедневно. То есть, какое давление у вас? 140 на 90, 140. Какие таблеточки вы принимаете? Ря-неприл, принимаю давление, да. И поддерживаю сердечные таблеточки кардитета. И всё, да? Всё. То есть, практически скачков давления, как у вас до раньше, нет? Нет, да. То есть, проблемы с сердцем не беспокоят? То есть, вы сейчас полностью как бы трудоспособны? Да, трудоспособны. Даже я сдавал, здесь медицинская комиссия проходила, автокомиссия. Вот, я сдавал, значит, на права, для машины права. Всё я прошёл, как говорится, как положено, всё нормально.